В Иванове приступили к формированию доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения. Мероприятие долгосрочной целевой программы рассчитано на 2013-2017 годы. Недавно новое оборудование поступило в библиотеку для слепых. Сотрудники говорят, что о таком раньше и мечтать не могли. В библиотеке появился бралевский принтер. Тексты из стандартного вордовского файла я вставил в программу. Если я не ошибаюсь, язык немецкий учил. Дукс будет транслятор, дебяти. Преобразовал его в рельефно-точечную котировку. И в принципе, вот сейчас нажатием нескольких клавиш можно его напечатать. Кроме того, посетители библиотеки теперь могут пользоваться новой читающей машиной. Она сканирует печатный текст и воспроизводит его аудиовариант. Куплены также студийный микрофон и микшерный пульт. Для того, чтобы нам записывать звуковые книги. То есть у нас есть издательские проекты. Например, в этом году был очень интересный проект с ивановской писательницей нашей Светланой Сон. То есть диск записывался на базе библиотеки. Хороший студийный микрофон, запись отличная. И планируем в дальнейшем развитие таких издательских проектов. Так как звуковая книга для наших читателей очень важна. Нового оборудования и книг библиотека купила более чем на 500 тысяч рублей. Благодаря этому процесс получения информации для слабовидящих и слепых стал гораздо проще. Обещают, что в ближайшие годы доступней станет не только чтение в библиотеках, но и вся среда для инвалидов в целом. 15 учреждений культуры будет сделана въездная зона для людей с ограниченными возможностями здоровья. И также будет еще приобретаться дополнительно оборудование именно для работы с этой категорией. Не только в учреждениях культуры, но и в властной операционных учреждениях, учебных заведениях, в больницах и так далее. То есть программа начинает работать в полную силу. Специальное оборудование для слепых появится в августе в научной библиотеке. Это связано с обращениями слабовидящих студентов. Пока они не имеют доступа к научным фондам библиотеки, что является серьезным препятствием в получении знаний.